Всем привет! Вы на канале Книжная Полка, и сегодня я хочу снять такой быстрый-быстрый ремонтур по моим книжным полкам, то есть мои книжные полки. Прошлые видео по моим книжным полкам я не закончила, как-то вот не дошли руки, поэтому я решила в супер-быстренном режиме сегодня рассказать про всё. Надеюсь, что вам понравится это видео, у меня прошло очень много изменений, я всё абсолютно переставила, так что да, давайте начнём. Так в общем и целом выглядят мои книжные полки, начнём вот с этой полочки. Здесь у нас стоит сначала интеллектуальный бестселлер, всего 4 книги, «Маленький принц» 451 градус по Фаренгейту, «Марсианские хроники» и «Вино из дуванчиков». Я люблю Рэй Брэдбер, поэтому собираю все книги в этом издании, ну и «Маленький принц» здесь как-то оказался, я не знаю почему и как он здесь оказался, если честно. «Белый бим, чёрное ухо» от Реи Польского, очень грустная книга, «Моя обожаемая шестёрка воронов и продажное королевство» от Ли Бордуга, и ещё моя тоже горячо обожаемая трилогия «Гришей» от Ли Бордуга. Вообще Ли Бордуга просто обожаю, «Тени кои», «Штромбурь», «Крах и восход» – все эти книги я просто безумно люблю, и они входят в число моих любимых. «Трое лоски не читая собаки» Джерома, также тут ещё «Трое на велосипеде», они, вот эти две истории, они безумно смешные, с английским юмором, и мне они очень понравились, но читала давно и ничего не помню. «Таймлес» недавно перечитывала, это также одна из моих самых любимых трилогий, «Керстин Гир», обожаю, если честно, «Гарри Поттер», все семь частей, ну, тут я не знаю, что ещё можно сказать, это просто «Гарри Поттер». «Проклятое дитя» пьеса поставила 4 из 5, так как, ну, показалось немножечко легко. «Фантастические твари», также пьеса, первая часть от Джоан Роулинг, в принципе, мне понравилось, но тоже 4 из 5, так как я не фанат пьес. «Собрание сочинений Джои Адамсон», «Королева шабы», «Пипа или пятнистый сфинкс», «Пипа бросает вызов», «Рождённая свободная», «Живущая свободная», «Свободная навсегда». Это три разные истории про леопарда, гепарда и львицу. Это, наверное, первые книги, с которыми я полюбила читать, поэтому они для меня безумно дороги. И переходим к следующей полочке. Тут у меня стоит «Кот Боб» трилогия, я безумно-безумно жду продолжения, всё-таки надеюсь, не теряю надежду Джеймса Боуэна. Давай уже, пиши быстрее. Я обожаю «Кота Боба», и третья часть, она такая новогодняя, может, как-нибудь перечитаю к Новому году. Ну, это мои надежды, конечно, мои великие грандиозные планы наполеоновские. «Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре». Вообще собираю «Жюль Верна» в другом издании, но эта книга была только в мягкой обложке. «Кот по имени Алфи», «Алфи невероятный кот», «Алфи Джордж», «Алфи на каникулах». Это тоже одна из моих самых любимых серий, и меня одну подбешивает, что они на четвёртой книге решили поменять оформление. Перфекционист внутри меня просто негодует сейчас и вообще всегда. «Пан. Трилогия», указанная пророчеством «Тёмное предсказание», «Наследница дракона» Сандры Ранье. Ну, в принципе, мне понравилась, но уже почти ничего не помню. Такая лёгкая трилогия для подростков на пару вечерков. «Замок облака Керстингир», ну, эту книгу я просто обожаю, недавно прочитала и осталась в полном восторге. Ждала её выхода очень долго и, на самом деле, не зря. Всем советую. Моё небольшое собрание эксклюзивной классики. «Оскар и Уайлд. Портрет Дориана Грея». Ну, три из пяти. Мне как-то не очень понравилось, было скучновато. «Джек Лондон. Времени ждёт». Отличная книга. «Человек-амфибия» Беляев. Ну, нормально. Четыре из пяти. «Рэй Брэдбери. Вино из дванчиков». Вы, наверное, помните, что там уже было «Вино из дванчиков». Но просто я раньше купила эту книгу, а потом ту, и не знаю, куда девать этот клон. «Льюис Кайрол. Алиса. Страна чудес. Алиса. Зазеркалье». Вот эта очень скучная книга. Мне не понравилась. «Голова профессора Дойля Беляева». Просто обожаю, если честно. Лучшая из русской классики. «Над пропастью Варжи Селенджа». Вот это так раз-таки одна из самых нелюбимых книг. Наверное, даже самая. Потому что читала слегка, но просто моральный устой главного героя и вообще его характер. Он сам меня просто неимоверно бесил. Такой тупой и как-то все неправильно. Чему вообще учит эта книга, я не понимаю. Ну, я видела, что многим она нравилась, многим не нравилась. Все делятся на две группы, но я лично отношусь к отрицательной. «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Господи, как же я обожаю эту книгу. Одна из самых любимых. Читала, когда мне было безумно скучно. Я читала долго, месяц, наверное, и мне было неимоверно сложно эту книгу читать, воспринимать. Но когда я дочитала и посмотрела фильм, я поняла, что это одна из лучших книг этого года, и я ее безумно люблю. С удовольствием, на самом деле, даже перечитала. «Плутония» Владимира Обручева. Ну, в принципе, неплохая научная фантастика, мне достаточно понравилось. Что-то нормальное из русской классики, так как у меня с русской классикой не очень хорошие отношения. «Затерянный мир» Артура Конан Дойла. Ну, пять из пяти книга, легкая, читается быстро, и, ну, в общем-то, плохо все помню, но я помню, что она мне очень понравилась. «Махабхар» — это том первый, второй том я так и не прочитала, но в этой книге 800 страниц, и это почти 900, наверное. И это одна из самых толстых книг, но и прочитанных, причем, знаете, за сколько я прочитала? За пять дней. Это для меня просто рекордное количество. «Зильбер» трилогия Керстингер. Это мне понравилось меньше «Таймлиса» и «Замка в облаках», но это тоже классная трилогия. На самом деле, все у Керстингер просто прекрасное. «Убийство в Восточном Экспрессе» Агата Кристи. Неплохой детектив, пять из пяти. «Ночная музыка», «Сербистая бухта» и «1 плюс один» Джорджи Мойс. Вот это просто мои отдельные восторги. Обожаю Джорджи Мойс, и все три книги я безумно люблю. «Убийство» по алфавиту Агаты Кристи, еще один детектив, и он тоже неплохой, пять из пяти. Давайте перейдем к следующим полкам. Здесь у меня сразу стоит вся серия Перси Джексона, у меня имеющаяся. Это пять книжек. «Перси Джексон. Похититель молний», «Перси Джексон. Моро чудовищ», «Перси Джексон. Проклятие титана», «Перси Джексон. Лабиринт смерти» и маленькое дополнение «Перси Джексона. Олимпийцы. Секрет материала». Мне не хватает только последнего пророчества, но я пока что не тороплюсь заканчивать серию, так как мне безумно от этого грустно. Я обожаю просто «Перси», и всем советую эти книги. Конечно же, подросткам, потому что взрослым они не очень домой понравятся. Здесь, кстати, много про мифологию. «Дети Капитана Гранта» Жюль Верна. Обожаю Жюль Верна, и это моя самая любимая книга у него. «Вокруг света 80 дней». Очень легкая история, читалась достаточно быстро и реально крутая. «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. Слышала много восторженных отзывов, но мне как-то не очень понравилось. Я не ощущала особой химии между главными персонажами, поэтому, наверное, мне и не зашло. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Вот эта книга просто одна из самых любимых. Она также в числе моих любимых, самых любимых книг, и я хочу ее перечитать, потому что, ну блин, она просто прекрасна. «Чувствую частительность» Джейн Остин. Еще одна книга Джейн Остин. Конечно, немножечко ниже по уровню, чем «Гордость и предубеждение», но все равно прекрасная книга. «Элизиум Алекса Монеты» Александра Андерсона. Очень интересная фэнтези русская. Прям современная литература меня порадовала, но, к сожалению, продолжения нет, и читается эта книга очень быстро. Если вы не хотите расстраиваться, что продолжения не будет, то лучше не читайте, но я безумно советую ознакомиться с ней. «Кай Майеры. Начало пути. Время библиомантов». Просто обожаю первую часть. Сейчас читаю вторую, но первая — это просто шедевр, конечно. Также зачислила уже в любимой книге, потому что, ну, это чудесно, ребята, это чудесно. Давайте приступим к полке с непрочитанными книгами. Тут у меня очень много книжек стоит, прям очень много. И первым у меня здесь «Хоббит». Не знаю, почему я еще до сих пор не прочитала. «Махабхарда» том второй. Я уже упоминала его в этом видео. Короче, не знаю, когда прочитаю, хотя он тоньше, чем второй том, но я что-то не хочу пока что его читать. Вот так раз-таки вторая часть «Времени библиомантов», которую я сейчас читаю. «Лекарства от Меланхолии» Рэй Брэдбери. Сборник рассказов, и я очень хочу уже его прочитать. «Монаха Шанти». «Монаха. Шанти» Евгения Щепетнова. Это нам дали в подарок на лабиринте. Пока что не собираюсь читать и даже не знаю, буду ли. «Третья девушка» Агаты Кристи. «Дафна Дюмарьер и Бекка». Читаю эту книгу уже несколько месяцев и никак не могу закончить. Неимоверно просто скучная. «Этюд в багровых тонах» Артура Конан Дойла. Как-то вот не потянула, не дочитала. «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза. Мне попалась бракованная книга, и никак не могу из-за этого к ней приступить. Там склеена у меня середина книги, поэтому буду скачивать в электронке и уже знакомиться. Александр Горин «Алый парусай, бегущий по волнам». Как-то начинала мне не понравилось, но думаю вернуться к ней. «Две книги» Жюля Верна «20 тысяч лет под водой, 15-летний капитан». «Тарас Бульба» Гоголя «Задли по школе». «Счастливые шаги под дождем» Джуджи Мойс. Уже думаю, что наслажусь скоро этой книженцей. «Робизон Крузо» Даниэля Дефо. «Ирвин Шоу. Ночной портье». И «Таинственный остров» Жюля Верна. И в принципе, да, это все книги. Хотя нет, подождите. У меня есть вот тут еще шкафчики. Тут, конечно, у меня полный беспорядок, но это книги, которые не влезли уже на полки, потому что место закончилось, и они стоят тут. Лидия Чарская «Записки институтки». Мне не понравилась книга, вот совершенно не понравилась. Никак Дэниела Геймана. Конечно, интересная очень книга, но не знаю, буду ли знакомиться с автором дальше, потому что немножечко все-таки как-то не по мне. Книга интересная, но лично мне она не очень понравилась. То есть на любителя. Карен Макманус «Один из нас лажет». Неплохой Янк дал детектив. «Записки маленькой гимназистки». В принципе, неплохая маленькая книжечка Лидии Чарской. Понравилась мне больше, чем «Записки институтки». «Вторая жизнь Увы Бакмана». Очень милая, трогательная история. Всем советую. «Собака Баскривили» Шерлок Холмс. Это Артур Конан Дойл. И мне вот эта книга, в отличие от «Этюд в багровых тонах», очень понравилась. Я не знаю, почему «Этюд в багровых тонах» мне не зашел, но вот эта книга просто невероятна. «Любовь и дружба» Джейн Остин. «Маленький сборничек», где две истории, около 90 страниц. Короче, за один вечер можно прочитать. Юмор, но слегка сумасшествие. И «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина. Прочитала в рамках, опять-таки, школьной литературы. В принципе, понравилась. Недавно вот так раз проходили ее. И здесь еще «Мифы Древней Греции», которые я прочитала только наполовину, потому что как-то сложно читается, но мне безумно интересна мифология. Я ее очень люблю. Тут же у меня еще лежат мои читательские дневники. Один и второй. Еще у меня здесь лежат всякие закладки. «Маленький принц» вот в таком большущем издании, который стоит почему-то поверх ногами. «Рэй Брэдбери» еще один. И всякие блокноты, короче. Вот такая у меня библиотека. И она очень странная, маленькая. Но я безумно люблю все эти книги. Надеюсь, что в будущем куплю себе наконец-то книжный стеллаж, на котором у меня будут стоять книги все, помещаясь. И очень красиво. Я буду снимать на нем когда-нибудь видео. И думаю, что, может быть, на Новый год мое желание исполнится. Вот тогда я уже и сниму вам нормальные книжные полки, когда все расставлю. Но пока что это только мечты, к сожалению. Да, я надеюсь, что вам понравился мой турбо-тур по книжным полкам. Очень быстрый. Я старалась мало. По минимуму просто рассказывать. Надеюсь, что видео получится не слишком длинным. И да, если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Может быть, напишите хорошие комментарии, если вам реально понравилось это видео. И да, вы были на канале Книжная полка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok